Шалом! Является ли десятина волей Божьей для верующих в Мессию Иешуа? Если да, то на каком основании? Если нет, то опять-таки на каком основании нет? И если нет, то что же в таком случае является волей Божьей? Как верующий должен поддерживать финансово свою общину? Будучи учениками Иешуа, мы, разумеется, хотим следовать примеру нашего учителя, поэтому вначале зададимся таким вопросом, что же он сказал о десятине. Несколько лет тому назад я был на собрании в одной израильской мессианской общине. Выходит за кафедру очень харизматичный проповедник после окончания прославления для того, чтобы призывать людей, конечно же, жертвовать деньги. В качестве текста Писания он взял Матфея 22-21. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Очень известное высказывание Иешуа. И дальше он говорит примерно следующее. Что принадлежит кесарю? Налоги. А что принадлежит Богу? Десятина. Что сказал по этому поводу Господь Иешуа? Отдавайте каждому то, что ему принадлежит. Кесарю. Налоги. Богу. Десятину. Аминь. Вот такой призыв. А коротко и ясно, правда? Ну а теперь давайте прочитаем внимательно и сам стих, и его контекст. Стих говорит о том, что Богу нужно отдавать, что ему принадлежит. Стих не говорит о том, что же именно принадлежит Богу. Десятина, пожертвования или что-то другое. А контекст следующий. Тогда фарисеи пошли и совещались как бы уловить его, то есть Иешуа, в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божью учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, в виде лукавства, их сказал, что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий, тогда говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак отдавайте кесарево кесарю, а божие к богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Итак, беседа начинается с вопроса не о десятине и вообще ни о каких бы то ни было даяниях религиозного характера, а о налогах. Позволяет ли еврейский закон платить налог Риму? Иешуа не отвечает ни да, ни нет. Вместо этого он, как хороший еврейский учитель, задает встречный вопрос. Чье изображение на монете, отчеканенной Римом. Греческое слово, переведенное на русский язык как изображение, означает также образ, подобие, извояние. Его еврейский эквивалент, целем, используется в первой главе книги Бытия, в тех самых стихах, где сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Ответ Иешуа показывает принцип, в соответствии с которым он определяет, кому что нужно отдавать. Кесарю нужно отдать то, на чем есть его образ, то есть монеты, которые он отчеканил и которые отметил своим изображением. Это ответ Иешуа на вопрос фарисеев о налогах. О том, что отдавать Богу, Иешуа подробно не говорит здесь, поскольку его об этом не спрашивают. Однако принцип тут общий. Каждому свое. Кесарю кесарева, Богу божьему. И свое Иешуа определяет тоже совершенно четко. Соответственно, наличие образа. Так что, если у кого-то есть еще один вопрос, а именно, что же нужно отдавать Богу, ответ очень простой. Найдите, где запечатлен образ Бога и отдайте вашу находку ему. Где же мы находим образ Бога? В человеке, разумеется. Так что Богу нужно отдавать самого себя. Сказанное не означает, что Богу нужно отдать только самого себя, то есть не нужно отдавать некоторую часть наших доходов. Наоборот, если мы действительно отдаем Богу самих себя, то одним из важнейших практических выражений такого духовного посвящения будет и регулярное финансовое даяние. В конце концов, деньги, которые мы жертвуем Богу, имеют самое прямое отношение к нам самим. На эти самые деньги мы покупаем себе еду и другие жизненно необходимые вещи. Эти деньги мы получаем за свой труд, который является очень важным способом нашего самовыражения. А деньги играют в нашей жизни далеко не последнюю роль, поэтому посвятить себя Богу, не посвятив ему деньги, которые проходят через наши руки. Это просто самообман. Однако вернемся к нашей теме. Сказал ли наш Господь и Учитель Мессии Ешуа что-либо конкретное о Десятине? Да, конечно. В его обличительной речи, посвященной, обращенной к книжникам и фарисеям, есть следующие слова. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете Десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Ешуа, конечно, не был против практики даяния Десятины, поскольку она была предписана Торой. Оставить эту практику было бы нарушением заповеди. В чем же он обличает книжников и фарисеев? В том, что они придавали этой практике непропорционально большое значение. Они заботились о Десятинах больше, чем о гораздо более важных вещах, также предписанных Торой о суде, милосердии и вере. С этой историей перекликается беседа Ешуа с одним из фарисеев, который спросил его, какая из заповедей Торы является наибольшей, наиважнейшей. Это был один из тех случаев, когда Ешуа был полностью согласен с фарисеем. И обе эти истории, в свою очередь, согласны по духу с посланием пророков Исаии и Осии, которые совершенно однозначно говорят о приоритете этики над религиозным ритуалом. Хотя Тора представляет собой неделимое целое, в ней есть вещи более важные и менее важные. И все приношения вместе взятые, в том числе и Десятина, менее важны, чем любовь к Богу и ближнему. На это можно сказать. Все это так, и тем не менее Ешуа не отменил Десятину. Вы сами только что прочитали его слова, надлежало и того не оставлять. То есть не оставлять даяние Десятины, не пренебрегать ей даже под предлогом занятости судом, милостью и верой. То есть всеми самыми важнейшими делами. Так что не морочите голову речами о приоритетах. Совершенно верно. Осталось уточнить только одно. А именно, каждое ли слово Ешуа, записанное в Евангелиях или вообще в Новом Завете, имеет для нас с вами силу закона? Для ответа на этот вопрос давайте выясним, вкладывал ли он сам в свои слова власть закона. В том, что это не так, убедиться очень легко. Представьте себе, что мы в самом деле перестанем звать в гости друзей и родственников. В конце концов, он ведь сказал именно это. Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих. Луки, 14 глава, 12 стих. В чем проблема? Хорошо, давайте возьмем еще одну ситуацию. Каждый верующий мужчина, заглядевшийся на красивую женщину, должен вырывать себе глаз. Ведь написано черным по белому, что делать, когда глаз твой искушает тебя. Причем дважды написано в одном Евангелии, для непонятливых. Текст вы видите на экране. Так что имейте в виду, все двуглазые верующие мужики, которые вам попадаются, они или живут в непослушании Господу, они должны были вырвать себе глаз, рано или поздно, скорее всего, оба должны были уже вырвать, или они просто выше всяких таких искушений, и поэтому у них оба глаза на месте. То есть они или отъявленные бунтари, которые Слово Божие ни во что не ставят, или они святые. Абсурдность этого вывода очевидна, благодаря чему ясно также, что не всякое слово Ишуа было произнесено им как закон, регламентирующий наше поведение в любой ситуации. Его призыв вырвать глаз и отрубить руку – это просто ядовитый сарказм, обращенный к тем, кто надеялся достичь святости с помощью одних только внешних запретов и ограничений. Его слова о том, кого звать в гости и кого не звать, тоже, разумеется, не нужно воспринимать как закон. Смысл их в том, что ученик Ишуа не должен строить свои отношения с людьми, руководствуясь личной выгодой. Эти и многие другие примеры показывают, что Ишуа учил не из космоса, а из непосредственного контекста, в котором находился. Очень часто его цель была в том, чтобы исправить понятия и обычаи, принятые среди его современников. И в 23 главе Матфея он обличает различные существующие практики, а не дает какое-то систематическое учение. Тем более, он не учит о десятине, в этом не было никакой нужды, потому что фарисеи и книжники и так исправно давали ее. Поэтому, если не выхватывать фразы из контекста, что многие очень любят делать, а вникать в суть дела, то мы приходим к выводу, что Ишуа не сказал о десятине ничего нового. О ней уже все было сказано в Торе. Соответственно, для того, чтобы понять волю Божью в отношении десятины о нас, учениках Ишуа, нам придется думать над тем, что было сказано о ней до него и после него. После него дело обстоит так. 15 глава книги Деяния описывает, как апостолы собираются на совет в Иерусалиме и решают вопрос о неевреях, верующих в Ишуа. Им, конечно, никаких заповедей о десятине не дают. Почему, конечно? Конечно, потому что апостолы по водительству Святого Духа постановили, что верующие из язычников не обязаны соблюдать весь закон Моисеев, то есть все заповеди, полученные на Синае. Означает ли это, что верующие из язычников могут позволить себе жить беззаконной жизнью? Конечно же, нет. Все апостольские послания призывают их жить достойно высокого призвания к святости. Нигде нет ни малейшего намека на дешевую благодать. Типа, верь, что Ишу умер за твои грехи и ни о чем не заботься. Нет, конечно же, нет. Апостолы пишут о Боге, об искуплении в Мессии, о вере, но также о праведной жизни в семье, в мире, о призвании мессианской общины, об ее устройстве. Они призывают не только верить, но также трудиться своими руками, а быть справедливым, правдивым, смиренным, скромным, милостивым, почитать родителей, что является, между прочим, одной из десяти заповедей и так далее. Сказано также совершенно ясно о том, что труд руководителей общины должен оплачиваться достойно, что община должна заботиться об одиноких вдовах, что члены общины должны во всех своих житейских делах поступать друг другом справедливо, по примеру, Мессии, а не противозаконно или корыстолюбиво, и так далее, и тому подобное. То есть наставлений о том, как поступать правильно, масса. Говорят ли апостольские послания что-то о поддержке верующим своей общины? Да. Содержат ли апостольские послания наставлению заповедь давать десятину? Нет. Так что же, выходит, что верующий не обязан давать десятину? Точно? В таком случае, каким именно образом мы должны поддерживать свои общины? Об этом в третьей и четвертой частях программы. Спасибо. Шалом. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Мессианский Центр «Возвращенные на Слуки» Продолжение следует...